Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале, на котором вас всегда ждут свежие новости по нашей игре и абсолютно честные обзоры на все, что в ней происходит. Если вы хотите ничего не пропускать, подписывайтесь на оба моих канала и таким образом будете получать уведомления обо всех новостях, которые есть в нашей игре и абсолютно ничего не пропустите. Также буду благодарен, если поставите лайк данному видосу и напишите комментарий по теме видео. Спасибо вам, кстати, за просмотр данного видоса и за то, что оформили подписку. Ну а в этом видео мы с вами поговорим о XM66F. А почему поговорим? Потому что на эту машину появились запертые контейнеры, которые можно купить вместе с ключом, ну либо можно купить к этим контейнерам ключ отдельно за 1000 голды. Стоит отметить, что те контейнеры, которые вы можете получать абсолютно бесплатно, но открывать их за 1000 голды за ключик, они имеют срок годности. Эти контейнеры вы можете получать, играя в боях, они выпадают рандомно, ну и срок их годности 3 дня, через 3 дня эти контейнеры исчезают. А вот если вы покупаете данные контейнеры, то в целом они никуда не исчезнут. Короче говоря, ребят, машина стоит того, чтобы ее себе заполучить, но вопрос в том, сколько ключей вам для этого понадобится. И здесь я не буду вам ничего говорить, но могу сказать только одно, что я за эту тачку вполне спокойно в составе набора отдал бы 22500 вообще не жалею. Мне действительно нравится данная ПТшка, она неплохо забронирована, обладает хорошим орудием, поворачивающейся рубкой. Да, пускай и не по кругу, но частично этого более чем достаточно для комфортной игры, да и орудие само меня в целом радует. Я выкрутил данную машину из рулетки, крутил по-моему ее до конца и только на последнем прокруте ее получил и абсолютно об этом не жалею. То есть по факту я заплатил за нее даже больше, нежели 22500. Что могу сказать от себя в отношении подвижности. Да, это далеко не самая быстрая ПТХ на 10 уровне, 40 километров вперед, но зато откатывается назад со скоростью 20 километров, что в целом меня радует, потому что это действительно комфортно. Также стоит отметить, что у нее есть такая дополнительная механика, как аварийная гусеница, что позволяет в случае сбития гусеницы все равно откатываться назад со скоростью 7 километров в час, что гораздо лучше, нежели просто камнем стоять на месте. В отношении бронирования здесь по так называемой башне, хотя наверное все-таки это рубка, это ПТшка, ну ладно, давайте башня, да и башня. Здесь лоб башни имеет 248 миллиметров брони, а плюс еще куча приведенки, потому что вся она зализана по бортам 170 миллиметров, в корме 150. Короче говоря, башня действительно очень круто забронирована. Понятное дело, что есть серые зоны по машине и полный обзор на данную тачку вы можете посмотреть по ссылочке, которую я положил в описании. В отношении орудия, ребят, здесь все комфортно, все классно. При времени сведения в 4 секунды, а я его улучшал двумя слотами в оборудовании, мы имеем довольно неплохой разброс 0,330 и обалденный ДПМ в 3530 единиц. Все это благодаря тому, что перезаряжается данное орудие, с учетом опять-таки того, что в оборудовании стоит у меня досылатель, грубо говоря, 7 секунд. И за эти 7 секунд, ребят, вы получаете возможность накинуть 410 единиц урона с пробитием в 270 миллиметров. А угол склонения орудия вниз у этой ПТхи составляет целых 10 ошеломляющих градусов. То есть, в целом, отыгрывать от башни, либо от рубки на данной ПТшке просто сам боженько велел. Единственное, что вот здесь вот в оборудовании вам необходимо определиться, что для вас лучше. Ставить себе улучшенную оптику для того, чтобы улучшить себе обзор. Или поставить себе сетку. Я лично определился на оптике по одной простой причине, потому что это не кустарная ПТшка. Это ПТшка для того, чтобы продавливать какое-то направление. Она имеет подвижность, имеет броню и смело может ехать с тяжелыми танками, не наряду с ними сражаться против других тяжей. Поэтому я все-таки поставил себе улучшенную оптику. Ну а здесь, ребят, определяйтесь самостоятельно, что вам лучше. Доработанные модули, либо поставить себе защитный комплекс. Я лично играю с защитным комплексом, потому что здесь у меня минус 10% к шансу повреждения двигателя, минус 15% к шансу ранения экипажа и к шансу подрыва боеукладки минус 25%. Мне лично комфортнее играть именно с таким оборудованием. А как поставите вы его себе на танк, это решать уже вам. И никого никогда не слушайте, принимайте решение самостоятельно. Потому что вам должно быть комфортно, а не вы должны кого-то слушать с советами по поводу того, как должно быть именно правильно. Ну что, берем ПТ-ху и поехали посмотрим, стоит ли для нее ключи покупать. Ну что ж, друзья, погнали и давайте будем говорить откровенно. По маневренности, несмотря на скорость движения ПТ-шки, ПТ-ха очень даже классная. Она неплохо крутится на месте, а с учетом того, что имеет частично поворачивающуюся рубку, причем довольно не кисло поворачивающуюся, грубо говоря, градусов эндок на 45, то в целом закрутить данную ПТ-шку довольно сложновато. Это первое, что меня всегда радовало в данной ПТ-хе, и почему изначально, когда она сначала была у меня на тесте, еще до введения данной ПТ-хи в игру, я уже в нее влюбился и уже поставил перед собой задачу любой ценой себе ее получить. В отношении отыгрывания с той же самой поворачивающейся рубкой, очень комфортно отыгрывать во всякого рода зонах, которые требуют от вас выехать из-за какого-то укрытия, типа угла дома, допустим, ну и, соответственно, при этом не корпусом доворачиваться, а доворачивать именно вот этой вот рубкой, которая у вас есть. Откатываемся назад. По броне, ребят, действительно классная ПТ-ха. Сверху по башне она очень круто забронирована. При этом всем стоит отметить, что задняя часть, скажем так, корпуса, да, или, назовем это, большая такая корма прилепленная, она действительно картонная, и вот отстреливать по ней все действительно любят. Поэтому играть лучше на данной ПТ-шке все-таки мордой лица к своему сопернику, ну и, соответственно, вот вам точность этого орудия. Точность у орудия действительно есть, вы вполне спокойно можете выцеливать серые зоны, хоть на средних расстояниях, хоть на дальних, и при этом, если вы прячете свой нижний бронелист, а он тут, в принципе, имеет очень крутой угол склонения брони, вы в целом практически неприступная стена, и, как вы видите, маневренности и подвижности ПТ-шки более чем достаточно для того, чтобы быть в нужном месте в нужное время. Я вполне спокойно подъехал к своим союзникам, я вполне спокойно сейчас могу выезжать на Вафельку и расторговывать с собой, да и плюс к тому я больше чем уверен, что у Вафли особо-то духу и не хватит для того, чтобы меня разобрать. Убегает Вафля, потому что понимает, что ничего хорошего не сулит встреч со мной, ну и, соответственно, Вафельку добираем, потому что урон, в принципе, неплохой за выстрел и так, да и плюс у нее ХП-шки было не так уж и много. В отношении угла склонения орудия, вот я остановлюсь за довольно-таки немаленьким холомиком, как вы видите, я могу вполне спокойно выцеливать своего соперника, и теперь давайте посмотрим на то, как это выглядит. Ну вот так вот, и по факту пробить вас практически нереально. Ну, разве что фугасами где-то как-то царапать вашу краску и не более того. Многие пишут в комментариях по поводу того, что это картон-картонный, и нечего расхваливать. Ребята, это далеко не картон, если вы понимаете, как играть на данной ПТ-шке, если вы понимаете, как правильно в бою ее поставить так, чтобы вас не пробили, если вы не будете расторговывать своей кормой, вы будете получать массу удовольствия от игры на хомяке. Да, его прозвали Хомяком, ну, в принципе, я лично не уделен, потому что XM, ну, прям сам просится, чтобы Хомяком его называли. Я его тоже так периодически называю, особенно на прямых трансляциях. И скажу вам откровенно, я катаю данную ПТ-шку очень часто. Это не реклама ключей, которые сейчас продаются. И по факту вы покупаете не ключ за 1000 голды, а покупаете, ну, давайте будем говорить откровенно, контейнер на данную машину. И сколько вы готовы вложить в нее, это вы уже определяетесь самостоятельно по своей золотой копилке. Я никогда не рекомендую открывать контейнеры. Я всегда рекомендую покупать машины непосредственно в самом магазине. Ну, в крайнем случае, если вы готовы крутить какую-то рулетку до конца, то тогда уже прокручивайте рулетку, и там есть хоть какой-то шанс получить машину дешевле, ну, либо забрать ее с последнего прокрута. Опять-таки, как я сказал, если вы готовы заплатить за нее полную стоимость всей рулетки. Поэтому контейнеры это, наверное, самый, ну, неподходящий способ для получения чего-либо в нашей игре. Особенно, если этого чего-то очень сильно хочется. Я вам говорю всего лишь за самого хомяка. Говорю по поводу того, что хомяк действительно стоит того, чтобы его заиметь себе в ангар. А каким способом? Это уже определяться однозначно вам. Я пошел снимать следующее видео специально для вас, вам, друзья мои, искренне желаю мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.